Какие новшества в системе здравоохранения введены в этом году? Как решается дефицит кадров и проблема с нехваткой транспорта? Смотрите в сюжете. В этом году в сфере здравоохранения большой акцент сделан на закуп медицинского оборудования. Особое внимание уделяется родильным отделениям. Будут обновлены кувезы для младенцев, установлены современные УЗИ-аппараты и другая современная техника. На эти цели выделено почти 4 миллиарда тенге. В этом году введено и еще одно новшество. Оборудование стоимостью свыше 20 миллионов тенге закупает компания СК Формация с контролем управления здравоохранения. В этом году у нас порядка 16 объектов, в которых производится капитальный ремонт. Это у нас, если брать по городу Павлодару, то это у нас третья городская больница. По городу Екибастузу наш роддом, там сейчас мы кровлю ремонтируем. Ну и такие ремонты, где у нас пожарные сигнализации, где требуется именно согласно нашим нормативам. Среди районов у нас в этом году вошли такие ремонты, как в Щербактинском районе, это село Чигириновка. По Ахтагайскому району это у нас село Моткеново. Также в этом году большое внимание уделяется модернизации сельской медицины. В планах за два года возвести 30 объектов здравоохранения. Это и медицинские лаборатории, и фельдшерские пункты, и ФАПы. На этот год запланировано 12 объектов, а на следующий год оставшиеся 18. Остро стоит вопрос о нехватке специалистов в нашем регионе. В этом году к нам приходит 58 резидентов, которые обучались за счет местного бюджета. Это как раз все 58 узкие специалисты. А в целом мы в этом году ожидаем прибытия 136 специалистов, куда войдут и врачи общей практики, и также узкие специалисты. Но вот именно хочется акцентировать внимание, что именно с местного бюджета это 58. Начиная с 2018 года за счет местного бюджета на гранте обучились 200 бакалавров и резидентов. Они будут занимать вакантные места по мере окончания резидентуры. Стоит вопрос и об обновлении технической базы. Мы разработали программу на три года. В среднем в год будет покупаться по 37 автомобилей, именно санитарный транспорт для отдаленных сел. В среднем на один район от трех до четырех санитарного транспорта. Конкурсы в принципе уже как бы состояли сейчас. В трех районах уже состоялись, идет подписание документов, сроки по поставкам. А остальные заканчиваются конкурсной процедурой. Я думаю, они уже к осени санитарный транспорт поступят. Если в течение трех лет будет закуплено по 37 автомобилей, то до 2025 года дефицит будет закрыт.